Это богатый район Барсы считается? Это... Нет, средний тут живут. Средний класс людей, средний, да. Но еще много пожилых людей тут. То есть тихий район? Ну, тихий, да. Не гетто. Тебе нравится, что сейчас происходит в России? Мне никогда не нравилось, что происходило в России. И я не могу один с этим бороться. Почему нельзя как-то более лояльнее отнестись к проблемам молодежи? Не перестань, ничего не остановится. Будут также барыги, также будут клиенты. Все будет продолжаться. Также будут закрывать молодых. Также будут разрушенные судьбы. Все будет то же самое, если это не взять под свой контроль. Почему в Испании не в каждом городе можно устраивать курить, шабить, охуевать, понимаешь? А в Альмерии, почему-то ближе к Марокко, очень строго. То есть за гриндера вон Санька мы поймали, нас приняли тогда. Мы заезжали тогда в гетто в жесткой. Нас приняли, у него был гриндер. В гриндере там что-то ноль-ноль там. Ну, какой-то просто, ну, крохи в гриндере. Наскребли 600 евро. Ничего себе. Штраф. Да, то есть нельзя так говорить, что вот там в Испании полная свобода. Просто в Испании тебе позволяют и не ебут башку за это. А это самое важное. У тебя есть выбор. У каждого человека есть выбор. То есть, а в России власть тебя очень-очень сильно ущемляет в выборе. В общем, вы находитесь у меня дома. Это Кезару, мать вашу. Коля, Вася, вписка. Здесь тусуют мои пацаны. Это Костян Кабанов. Многие его знают как прорайдера из Петербурга. И он неплохо выдает. Жалко вообще на скейтборде, пацаны. Мы ходили в башку, это сарайонный тип. Я его давно знаю. Это Эдмонд. Я его тоже давно знаю. Это все пацаны сарайона из Петербурга, которые переехали жить сюда. Костян здесь отдыхает. Здесь мы кушаем, здесь мы курим, здесь мы смотрим фильмы, играем в PlayStation и так далее. Здесь женщины готовят. Как кушать. Поэтому нужно кушать с утра и обедать, и ужинать. Ну что, главный эксперт по ваннам идет и делает это. И ванна крутая, кстати, надо сказать. Да? Николя, 10 снимок из 10. В этой ванне я бы помылся. Эту комнату вырежется аккуратно. Круто. На что живешь? На что живу? Я живу на деньги, которые я получаю с кофешопа. Я работаю на кофешоп. Они забирают у меня ставчик. И я с этого ими доволен на выходе. Но еще я зарабатываю с музыки. Начал зарабатывать с музыки. Ребята покупают. Мне очень приятно, что они покупают, потому что это единственный способ не заработать бригадельные деньги. То есть, когда я получил за альбом, там, первые деньги, я тут бегал, там, вы видели меня и больше не верилось. Ну, такое может быть, что... Ну, какая сумма? Ну, это за первый альбом, за весь промежуток, там, за год, даже в двадцатку евро поднял. Ну, это как бы? Да. Ну, это не деньги, потому что в штатах... В двадцатка евро это 20 тысяч евро. Потому что меня слушает не только в России. Меня слушает куча европейцев. Меня слушают некоторые люди в штатах. И мне очень приятно... Что, все-таки больше приносит iTunes или работа с кофешопом? Да, конечно, работа с кофешопом. Можно просто посмеяться. Работа с кофешопом приносит больше денег, пацанам. Естественно. Ты их не озвучишь? Ну, можно каждые два месяца, три месяца получать от наших евро. Вчера была прикольная история. Я пошел в Уэ, купить себе сумку. И поднимаюсь вверх, на второй этаж магазина. И вниз спускается король Пастрадович, Филипп Петрович. Еее! Филипп Киркорович, да. Ну, естественно, он не знает, кто я. Я его сразу узнал, потому что его сложно не узнать. Видимо, он искал что-то с Supreme Louis Vuitton коллекцией. Потому что это сейчас очень модно. Что ты купил в Луи? Покажи. В Луи я купил сумку. За 900 евро, за 1000 годов. На что заработал, то и купил, пацаны. Это приват курти, кутюрье. Это парень, который живет в Италии. Охренеть. Расславу пару вещей. Какая самая дорогая вещь в твоем гардеробе? Я ее не ношу, на самом деле. Я ее буду придавать. Живанши, жилетка, да? То есть я ее покупал еще. В 2014 году. За 3000 евро. Угу. 3500 еще покупал. Вот. Почему продаешь? С полторы, наверное, из красоты. О, вот это моя любимая парка, кстати. Как у Playboy, кажется, пацаны. Да, крутая. Я не особо такой шмоточник, если честно. Просто люблю хорошо выглядеть, стиль, ну и все. Твое детство в Купчино, достаточно удаленном от центра и криминальном районе Питера. Как это было? Ну, я не в самом Купчино жил. Купчино был соседний район. Я живу юго-запад, Автова, Ленинский проспект, юго-запад. Рядом, рядом и терки, рядом и Купчино. Разве и миф в интернете пишут, что ты выходец из богатой семьи, из золотой молодежи. Это правда или нет? Я из богатой семьи, но у меня все в моменте поменялось, да. Я хорошо, хорошо знаю границу между классами. Средним классом, низким классом и хай-классом. Что было в твоем детстве, чего не было у твоих сверстников? В детстве ходил в Жан-Поль Готье, в Армани, в Версачи, во всей такой... И я даже не понимал, что на меня одет. Я менял в школе Версачи, всякие Армани менял на всякий скейт-шмот. Думал, что скейт-шмот это пизжи, чем вся вот эта вот залупа. Я тогда не понимал вообще, что происходит. А моя мама была очень связана плотно с одеждой. У меня был магазин, подиум на Каменно-Островском. Сколько комнатная квартира была у вас? Мама поднялась, она на фурштадтскую квартиру взяла. Это центр Петербурга? Чтобы не соврать, раз, два, три, четыре, четыре комнаты где-то так. Но это был последний этаж, это была старая улица в старом центре Петербурга, фурштадтская. Потом я переехал, когда у мамы все поменялось, в семье все поменялось. Я переехал в более маленькую квартиру, трехкомнатную, тоже в центре, но не с такими удобствами, не с таким евроремонтом. Да, там не было джакузи и сауны, например. А в старой квартире была и джакузи, и сауна. Это вписка. Мы живем в хостелах и летаем на лоу-костерах. Чтобы в таких экстремальных условиях не сойти с ума и выжить, нужен ну просто нереально живучий телефон. И свет приносит мне телефон ZTE Blade. Вот он. Если с нами происходит жесть, выручает ZTE Blade A6. У него такая мощная сила заряда, что позавидует даже старичок Тони Старк. Спаситель наш. ZTE A6. Укажи мне путь-дорогу. Телефон можно юзать двое суток, вернуться в Москву. Еще и использовать его как пауэрбэнк и подзарядить школьника. Из других его достоинств яркая подсветка, прочный металлический корпус и 5,2 дюйма экран. Еще он очень долго не разряжается. Если не веришь, вот купи его в официальном магазине и попробуй сделать это сам. ZTE Blade A6 проверено впиской Колей, Васей и нашим новым героем. Выпуск с которым вы уже очень скоро увидите. Это мой свет в горе. И у тебя он один? Ну, нет, у меня их много. Но сейчас в данный момент я катаюсь на Факеносен, делал райдер. Царство небесное ему. Правда, что в Барселону одна из столиц скейтбординга. Да, это вторая столица скейтбординга. Первая столица в Калифорнии, вторая столица в Барселоне. Весь город как большой скейтбординг. Куча спотов, куча всего. Но я только начинаю раскатываться. То есть я не катался дома, но у меня был перелом руки. То есть я в драке получил. С кем подрался? С марокканцем. Что он делал? Соседку обижал мою. Да, и 38 лет он некрасиво повелся. Начал кричать в нее. Это все было на дороге. Из-за машины там, по-моему, как мы парковались. Я ехал к адвокату разговаривать, а он не давал нам парковаться. Там так грозно на нас посмотрел. Она показала ему средний палец. Он остановил грузовик, выбежал и начал ее щемить конкретно. Он открыл ее дверь, там, начал на нее орать. Но это недолго происходило. А вообще драться плохо. Вести себя надо культурно. Черт возьми, мать. Хорошая работа, Олег. Ты спросишь, что могил? Снуки Дезерт Ио. Сироп и где-то литр. Давно устал от этих игр. Могу быть джентльменом. Могу быть словно дикаря, как Илья. Логутенко в этой песне утекает. Утекает. Подворотня тебя ждет маньяк. Куча дури рядом с Уильемит косяк. За вашу музыку бы не вкинул ни рубля. Я бы вас кинул, все ваши музыки, да хуйня. Первую сделку провел в восьмом классе. Да, да, да. В восьмом или в седьмом классе, да. Я продал в чайах манда. И как оно? Потом не побили? Нет. Все были маленькие. Мы потом курили в подворотне этот косяк. И все делали вид, что их накурило. Это было смешно. Да, но я был глупый и маленький. И мне просто хотелось перед парнями, типа, выявнуться. То, что вот, у меня есть трава. Уже в таком возрасте я могу, типа, помочь с раскладом. Естественно, это был фейк. В каком возрасте впервые попробовал покурить? Попробовал в 15 лет. Или в 16 лет. Первое, что я покурил, это был гашиш. Меня накурил армянин, мой друг Давид Чебровчан. Старый мой тут знакомый. И какой был эффект? Понравилось? Я чуть с ума не сошел. И я был с такими вот глазками красными, бегал по школе. Я, наверное, когда был обед в школе, да, после, по-моему, второго урока, я съедал, мэн, по три порции. И постоянно поросил еще и... И женщины, которые выдавали еду, ну, всем, да, по порции. Я еще, ну, по-моему, там, еще подошел. И они не понимали, я был маленький, но ел за троих, за четверых. И они не выкупали, что происходит. Родители тебя ловили, что ты пришел домой обкуренным? Нет, я никогда не скрывал от матери. Мама говорила, да, все окей, если вам курить? Нет, я все нервы себе испортил из-за этого. То есть у меня серьезная война с мамой. Есть история, как ты однажды накурил рэпера Фредди Гибза. Расскажи ее, пожалуйста. Концерт был в А2. У меня где-то было 35 грамм с собой или 40 грамм шишек. Фига себе, это же очень много. Да, это большой срок. Мы скурили с ним эти 40 грамм или 30 за, там, считанные часы. Да ладно? Да. Ну, еще был Дима, битмейкер бит. Был Кирилл Толматский. Детсел. И был Фредди Гибз. Я задавал вопросы Фредди, он общался. Но он такой, не супер открытый MC, я бы так сказал. Но он очень все равно хорошо ко мне отнес. Там, несмотря на то, что я какой-то просто простой белый парень. Он выходит, задает вопрос в тему залу, что-то «How many motherfuckers out here smoking weed?» Все начинают орать, он подрывает косяк. И начинается песня «Kush Cloud». У него есть такая песня. Одна из моих любимых. И я смотрю на то, как он подает, и на то, как он читает, как он работает с публикой. Но это просто пиздец, ребята. Как будто тупак, только на новом уровне. Расскажи, как ты познакомился с Young Trap'ой? Когда меня приняли, никто мне став не делал. Все боялись, что я сдам их в ФСКН. Там был один друг бывшей девушки, который помогал, который знал, что я не сдам его. И Young Trap'а, да, я прям был удивлен. Он не боялся продавать. Он такой, он отморозок. Я тебе говорю, он Young Trap'а просто тупо отморозок. Он не думал, когда занимался вообще всем, чем он занимался, куда это его приведет. А я знал, куда это приведет. Я изначально в 15-16 сказал, ну, готов ли ты, Олег, пройти этот путь от начала до конца? Я сказал, бля, я пройду. Я прохожу до сих пор. Самая большая взятка, которую ты дал полиции, чтобы тебя отпустили? Не я дал. Я всегда съезжал за копейки. Я всегда съезжал за копейки. Один раз, когда мне еще не было 18 лет, мама дала 300. 300 тысяч рублей? Да. В отдел 46-й на Ленинском. Ты должен был еще назвать фамилию. Я не помню, да, кому, но наверх там отдали. Потому что мы тогда очень играли маленьких детей. Меня там первый раз приняли вообще. Это было еще на Юго-Западе. Я конкретно наложил в штаны. Все, кто был рядом, тоже наложили в штаны. Все друг друга поздавали, блядь, показали друг друга пальцами. Когда копы спрашивали, чье это, чье это, чье это, мы говорили, да, три пакета по 30 грамм такого пышного дерьма. Они говорили, блядь, тут полкило, тут полкило. Я говорю, успокойтесь, 90 грамм всего поделенное по пакетам. И они все пытались, как бы, копы все это время пытались как-то решить вопрос на месте, но я этого не понимал. Я думал, что они хотят не решать вопрос, а хотят плохо сделать. Я, короче, испугался, не знаю. Как угодно можете это называть. В итоге у нас повезли в отдел, дошло все до отдела, и потом моя мать помогла мне. На следующий день приехала, забрала, заплатила 300. Вы продолжаете общаться? Да, я общаюсь с вами, я обожаю свою маму, люблю. Несмотря на то, что она прошла со мной, как бы, я был очень плохим парнем. Она часто приезжает к тебе из Питера? Я ее не видел ни разу за 4 года. То есть вы с ней только со званием? Да, но это, я понимаю то, что у нее своя жизнь, свои дела, у нее сестра моя на ней. Я ей не помогаю пока с деньгами. Она мне иногда помогает с деньгами. Ну, там, это не деньги, конечно, но иногда бывает то, что у меня уходит по 3000 евро, по 4000 евро в каждый месяц. И мне тупо иногда не хватает там 200-300 евро. По каким вещам, которые есть в России, но нет в Испании, ты скучаешь? Хлеб. Хлеб русский. Хлеб черный. Батон, по батону не скучаю. Ржаной который? Да, обычный, вот этот вот, вот этот вот самый обычный наш русский хлеб. Он вкусный. Очень вкусный. Он очень вкусный, да. Он определенный вкус имеет. Я его до сих пор не могу забыть. Так, больше не почему. Даже наоборот, какое-то такое отвращение немного. Хам, тут все, наверное. По сравнению с испанским рэпом, российский рэп лучше или нет? Да. Да. Русский рэп лучше, потому что мы, у нас есть там парочку исполнителей, которые там в старые времена очень сильно давали. Давали так, как ни один испанец не может. Давай, назови их. Смоки, например, старый. Крипл старый. Каста старая. Наверное, можно. Ну и старичок. Ну да, Кирюха Талмат. Еее. Кирюха Талмат. Привет, Кириллу. Да. Какой последний русский альбом ты послушал и сказал, вот это нифига себе круто? Оценил русский альбом «Время тигр» с Моки Мо. Да? Да, но это как бы в каком году было? В 2011. Да. Это последний альбом, да. То есть прошло 6 лет и ничего достойного не появилось? Рэперы, многие чувствуют музыку разным местом. Некоторые чувствуют этим. Некоторые этим, понимаешь? Некоторые всеми, некоторые вот этим вот чувствуют место музыку. Понимаю? Ты вот этим. Я всем. В этом в том числе, потому что мне нравится трахать биты прямо, изнасиловать его, понимаешь? И съебнуться по максимуму. Списка 18+. Еее. Когда ты понял, что тебя слушают в России? Что у тебя есть там своя фан-база? После Интерпола, после скандала, после всего вот этого вот за мясом. Людям в России нужен еще раз скандал. Им нужно что-то фееричное, что-то вау. Вау. Вот это так. Это так и было, все было, только в этом нету ничего фееричного. Это, блядь, печально все. Мне нечем гордиться вообще. Вот так вот. Я горжусь то, что я в музыке чего-то достиг, потому что мое творчество растет. Расскажи, ты не скучаешь по концертам в России? Конечно, скучаю. Мне не хватает публики, не хватает естественно, концертов, бабок не хватает. В смысле, там куча денег у меня лежит, которых я не могу забрать. В банках? А? В банках? В концертах. У тебя в России репутация нигилиста, который пишет совместные песни с другими рэперами, а напротив хейтит их. Я не хейчу. Я ни в коем случае нельзя сказать, что я кого-то ненавижу. Это же, ну, ребята, вы сами себе врете, да? У меня будет трек на альбоме, в котором я буду нету никакого хейта, есть только оправданные неуважения. Слишком мало делают и много говорят. Если бы они, если бы вы, ребята, много делали, вы бы были на моем месте, в другой стране, скрывались, либо были на месте рыночных отношений, либо Ян Трэп или бы еще какой-нибудь человек. Ты написал, что фараона вложили 20 миллионов рублей. Фараона? Да. Фараона. Откуда ты об этом узнал? Я знал от друга своего очень хорошего, который знает всю их тусовку. Хорошо. В чем у тебя претензии к фараону? О каком моем уважении к нему можно говорить, когда второкурсник или на каком он курсе читает за то, как он долбит траву и толкает оптом траву. Бля, не смешите меня, ребята, пиздец. Почему он не может или не мог этого делать? Посмотри на него и ты ответишь на свой вопрос. Ни один мужик взрослый адекватный не будет с таким типом работать. Вообще никогда, если не хочешь, чтобы его бизнес закрылся очень быстро. Потому что такого парня, когда примут, он сдаст с потрохами всю цепочку за считанные секунды. Пуси, бой. Хамтед Фемилии. парень, все без дин закрывает. Хочет поиграть, но он не верил, но мне нужно больше денег, больше денег, больше, чем миллион. Пископ познавательный, раз перехали к курсову, надо чисто вставать, потом, Олег, показывай меня, как мне? Да, для начала мы должны узнать, какой парень вперед ногой ездит, да, то есть он кофе или он регулярный. Я сейчас определю, какая у него опорная нога, да, правая или левая. Левая нога вперед, скорее всего, регулярный. Давай попробуем. Давай, за руку. Катя Кищук, позвони мне. Это практически тест. Каждому парню важно знать, что он регуляр. Ты писал про группу хлеб, про Big Russian Boss. Я бы поговорил с ним. О чем? О том, что так делать не надо. Ну, камон, это же просто комедия. Так у вас вся комедия, вся Россия это комедия в рэпе. Вот и все. Вы сами на свои вопросы отвечаете, пацаны, вы не замечаете? В России любят все, что любят высмеять, любят сделать комедию, любят пошутить над тем, чем то, что мы не умеем делать хорошо. Мы не умеем играть в футбол, все стебут наш футбол и наших футболистов, блядь, все комедии, нахуй, все, блядь, стебут. Путин уже на каком сроке у нас? Сколько уже? Третий или четвертый срок все шутят, ха-ха-ха, что у нас никогда президент не поменяется, да? Хип-хоп хотят сделать хорошо, рэп, там, трэп, не знаю, музыку какую-то. они начинают такие коллективы собираться, там, как группа хлеб, там, Анютка, Анчутка, или охусь знает. Бля, неужели вам, ребята, нечего делать, как обсуждать, блядь, клип группы хлеб? Ёбаный род. Идите, блядь, приведите себя в порядок, нахуй, купите себе что-нибудь хорошее, познакомьтесь с девочкой и хорошо проведите время. Добейтесь чего-то в спорте, добейтесь чего-то в жизни, помогите родителям, помогите другим, сделайте что-нибудь позитивное и хорошее. Так как мама мне говорила в детстве, ну, что ты сегодня за день хорошего сделала? Я ей отвечал, мам, ничего не сделал хорошего. Иногда я хочу побыть один. Иногда я хочу побыть один и мне никто не нужен, только каннабист твоя девочка просит, чтобы я вышел на битство и друзья говорят, что я плохой артист из-за войны, что ли, или просто? Ну, долго мы не дали. Он всех похоронил, он приехал не так давно не так давно да? вот и два метра нифига себе и как тебе здесь? нет, как, ну, в первый его, первый совет, не пухать, не пухать, это первый шаг будет это первый шаг и это я знаю но дело в том что я языка не могу их понять кучи ради но пока ты его не знаешь что я записался вот в эту школу в эту школа для через месяц будет сентября вот начиная я ходил вот эта вся хуйня короче вот приносит на данный момент мне приносит а сколько все это тему сейчас приносит сколько тебе приносит на еду на теоретами хватает а вот сегодня не получил ну давай сегодня по секрету евро можно поднять сколько на работе не зарабатывала 5 10 евро самая жесткая история которая произошла с тобой в испанской тюрьме чел выстрел 7 сигарет блять я охуел чего сюда высрал высрал из задницы господи 7 сигарет и одну закурил прикурил и одну мне дает больше я говорю я сдержусь пожалуй это как в фильмах прямо я не понял как они как они сухие у него остались он какие-то салфи в какой-то хуйне я так и не понял это был блять это было профессионально профессионально сделано в испанской тюрьме слишком много глотателей ну те кто транспортирует наркотики как вы убивали время в тюрьме я убивал время спортом качалочка или что другой отжимания отжимания качалка книги баскетбол я прямо и башил в стрит с сокамерниками которые вообще в баскетбол особо играть не умеют и когда ты начинаешь делать дриплинг и трюки там они вообще крутятся меча не видят они вообще ничего не понимают все кто смотрит ржут это просто их наказываешь конкретно наказываю потому что они ну ничего не понимают а мля и такое исполнял бля жалко камеры не было знаю сейчас можно было выпустить видео как я в тюрьме баскет ебашу есть ли разница между жизнью наркоторговца в питере и в барселоне конечно расскажений в петербурге ты каждый день будешь засыпать с со смешанным чувством внутри что будет завтра паранойя то есть паранойя в большом объеме потому что очень страшно не хочется никто не хочет у меня очень большое количество людей в тюрьме моих друзей прям приятелей друзей все вот и все эти истории они настолько печально заканчиваются там столько разбитых сердец загубленных жизней столько слез что пиздец одно дело ты пошел продавать наркоту от нехуй тебе делать вот ты пошел для травить народ как бы это тебе воздастся тебя даже не тюрьма воздастся тебе по жизни воздастся а другое дело ты пошел продавать потому что кушать хочется одеваться хочется девочку хочется квартиру хочется машину хочется жопу лизать никому не хочется прогибаться не перед кем не хочется окей она того стоит могу сказать что это стоит того я бы посоветовал молодежи вообще держаться подальше от всего этого потому что ничего кроме страданий вы не получите это было тропическая отдыхательная вписка из барса городе месси суареса и кизару коля вася наш канал подписывайтесь ставьте лайки жмите на колокольчик увидимся в следующий раз наверное передаю привет всем ребятам которые двигаются на улице передаю привет всем своим родственникам и близким скоро будет альбом я познакомился с пацанами они ровные ребята вообще хорошо с ними провел время и и это прибудет с вами бог Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok